Всем привет друзья! Вы на канале Ловим Рыбу. Многие готовятся к сезону по открытой воде. И в этом видео я хотел бы вам показать рецепт очень эффективной и уловистой насадки, которая работает именно весной. Эта насадка не нова, она проверена многими рыбаками. Но мне бы хотелось напомнить о ней именно перед началом сезона, чтобы ее могли попробовать те, кто не попробовал. Насадка очень проста в изготовлении. Ее может изготовить буквально каждый, даже ребенок. Компонентов минимум, эффекта максимум. Итак, приступим к изготовлению. Для начала берем обычное куриное яйцо. и отделяем белок от желтка. Делаем это вот так. Обычным способом. Это очень легко и просто. Сделать сможет каждый. Кстати, у кого красная кнопка подписаться под этим видео, нажмите на нее обязательно, чтобы она стала серой. А и также колокольчик не забываем. Вот такое количество белка у нас получилось. Но он немножко густоватый. Для того, чтобы его немножко сделать реже, берем молоко и добавляем одну столовую ложку молока. И все это перемешиваем. До однородной массы. Вот что у нас получилось. Перемешали. Если кто-то планирует добавлять какие-нибудь ароматизаторы, то на данном этапе это самый подходящий момент. Белок стал немного жиже. Теперь мы его убираем в сторонку. Дальше мы берем обычную губку, которая моет посуду. Можно также взять любой поролон, но главное, чтобы поры в нем были как можно крупнее. Дальше мы отрезаем шириной где-то в один сантиметр губку. И режем на полоски. Для примера я взял губку с синим поролоном, но лучше взять белый либо желтый. Получились вот такие вот у нас полоски. Далее нарезаем заготовки, которые уже будут цепляться на крючок. Они могут быть любого размера. Они могут быть такие, как кубики. Они могут быть разной формы. Это уже на вас вкус. Могут быть продолговатые. Могут быть прямоугольные формы. Кстати, прямоугольные формы очень хорошо использовать на речках с большим течением. Эта приманка будет хорошо сидеть на крючке и будет играть в воде. На что, я думаю, рыба обязательно соблазнится. Так же можно нарезать в форме тех же опарышей. Такие вот. Подолговатые. Я думаю, этого будет достаточно. Итак, далее берем наш белок с молоком и ложим туда эту губку. Перемешиваем. Чтобы наша губка питала как можно больше белка. Можно даже оставить на несколько минут. Чтобы она максимально напиталась. Как я уже говорил, данная насадка целесообразна применять именно весной. Так как в это время года не так жарко. А как вы знаете, яйцо очень быстро портится при плясовой температуре. Если будете применять его летом, то держите эту насадку в прохладном месте. В теньке, либо же в холодильнике. Еще один нюанс эффективности применения весной заключается в том, что весной рыба очень хорошо реагирует на белок. на эту насадку очень хорошо реагирует карп, карась, платва даже берет. Даже были случаи поимки на эту насадку амура. Итак, наш поролончик напитался белком. И теперь мы его помещаем в отдельное блюдо. И в таком виде мы его отправляем в микроволновку секунд на 30, может быть на минуту. Все зависит от того, у кого какой мощности микроволновка. Итак, что у нас получилось после микроволновки? Вот такие вот мягкие, эластичные кубики, пропитанные белком, которое там внутри сварилось. Такая насадка будет очень хорошо держаться на крючке. Она долговечная. Ее можно использовать очень много раз. Те рыбаки, которые хоть раз ловили на яичный белок, очень хорошо знают, что это очень эффективная насадка. Но проблема заключается в том, что его очень тяжело насадить на крючок. И он очень плохо держится на крючке. А эта насадка у нас получается поролон пропитанный яйцом, внутри сваренный и отлично будет сидеть на крючке. А кому понравилась данная насадка или уже кто-то пользовался данной насадкой на рыбалке, пишите в своих комментариях. Мне будет очень интересно почитать, узнать ваше мнение. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok